Доброе утро, мои золотые! Не успели мы вернуться домой с Архиза, как уже в путь дорогу. Посмотрите просто на морду, вся в снегу. У нас идёт хороший снег, можно на заправке с друзьями. Едем опять в горы. Как говорится, идём по радарам. Должно быть интересно, поэтому не переключайтесь. Досмотрите этот блог до конца. Кто-то о чём-то кричит. Но я стараюсь как прежде найти, думить. Взять и забыть, больше сражаться, меньше курить. Эта баллада в душе навека. Я буду рядом, а ты. Ты нарекай, о тебе тлела ра. Слела мосты, подоспела ночью. Фразы ложились на югу, ты мой закон. Несёт в себе тень, идей, мыслей, порог. Брус людей, дай ты вагон. На душе буря таилась, её лелею. Что не сделаешь ради голодной жены? Даже хот-доги достал, говядину. Чин-чинь. Чё ты улыбаешься? Арманчо, привет. Ты водитель? Да. А ну пивип сделай. Красавчик. Во вкус вошёл, бацан. Да. Всё неспроста, не переживай. Душу мою добивая по граммам. Это любовь или всё-таки травма? Мои чувства, твой инварь. Море бьёт волной оскаль. Ну и как тут зима, обещаю, не буду скучать. Твои чувства, мой инварь. Сердце бросится назад. Дальше не быть с тобой, я утомлён огнём. Жасжигает внутри сердце сталь. Мои чувства, твой инварь. Море бьёт волной оскаль. Наконец-то мы доехали до Красной Поляны. У нас идёт хороший такой снег. Облака тоже снежные. А это значит, что эти три дня будут восхитительны. Друзья, как вы можете видеть, я уже готов. Мы собрались выйти в город, так сказать. Пойдём там в развлекательные места. Чуть отдохнём сегодня. Вам поснимаю, покажу. Ждём мою жену, Алан Делона и его жену. Они, как обычно, очень долго собираются. Я не знаю, что они делают, кому они хотят понравиться или что. Короче, какая-то фигня. Эх, ты готов? Ай, ты моя умница. Сразу видно, моя жена, друзья, посмотрите. Всё сразу готово. Мальчик. Что ты там прихорашиваешься, объясни мне? Я не накрашена. Кому ты хочешь понравиться? Я не накрашена, говорит. Боже мой. Носик, пудру, чего вы хотите? Что она там делает? Это что ли? Верня, сарки, с парфюмом, так, на весь отель с их комнатой. Они вообще неэкономные. Нифига себе. Мари, ты выходишь или без тебя идём? Она что там делает? Друзья, просто посмотрите, как Мария оделась. Я сказал ей, что мы идём пешком. Это её лук, она говорит, это лук такой. И вот нужно ещё на машину шашку повесить, чтобы чичиковало. Все оделись тепло. Эйка, Давид, саркиз. А Мария оделась, у неё лук такой просто. Она оделась красиво. Идти 100 метров. Вызываем такси. Короче, это барашка зарезали, шапку шили, а это задницу кролику отрезали, сумочку сделали, видал? Посмотри на него, посмотри на него, это грешья цуцарка. Господи, боже мой. Братан, тебе на натуре при жизни памятник нужно поставить. Братан, уже делают, уже делают. Посмотрим, сдача, вы обещали. Нормально смотрится, Мария? Саркизну прекращаюсь, всё супер, да. Ну, мы на месте. Ой, какой лук, а. Просто элегантнейший лук. Ой, это да, дорого-богато, лакшеви. Пошли испытывать удачу. Сейчас он тут прадед, короче, забираем. Что могу сказать, друзья? В казино это зло, не играйте. Мы зашли так, чисто побаловались. Вот, сейчас пришли покушать ребрышек у Басты. Оценим, посмотрим, что да как. Давид только остался... Вообще ты не фартовый. Давид только остался немножко... Вообще ты не фартовый. В плюсе. Ты тихо, ты от таких денег не смеешь. Я, ЭКО. Хорошо провели время. Осталось... По стандарту везде продуло. Ну, этот неудачницы, это тоже неудачница. Осталось у меня 2000, можем шоковать. Заскочили. Послушать ребры сейчас. Всем добрый вечер, я к вам сейчас подойду. И не как подходит поздороваться на таком месте. Да. Все все выбрали. Да ведь что-то такое грустно, как будто не миллион выиграл сейчас в казино. Голодная осталась. А, голодная осталась? Не снимайте меня, не голодная. Не парься. Зато мы пьем, друзья, самую дорогую воду в мире. 0,33 стоит сколько? 8 тысяч? Да. Наконец-то нам принесли ребрышки. Мы одели перчатки. Вот так эта красота выглядит. У меня сладкий чили, веки барбекю. У вас что? У тебя что, Давид? Ребрышки всяким-то соусом кола. Сейчас я вам расскажу, ребята, вкусно. Вот что, картошечка? Картошка как картошка. Вот это лучше. Ой, посмотрите. Ой, как она отъявляется. Посмотрите. Ты суши или суши? Да. Просто сок. Очень хорошо. Барбекю вкусно. Да. Просто посмотрите. Ставлю твердую пятерку на пятибалльной шкале. Реально вкусно. Прям замочек. Счет вышел небольшой. Я думаю, хорошая сумма. До четверых. Я не знаю, фокусируется камера или нет. На 6 тысяч поесть нужно четвером. Реально, до четвером. Хорошо прям. Теперь можно продолжить наш досуг. Да, Давидик? Да. Планы очень большие. Будем воплощать это все в реальность. Идем, да. Испытывать удачу в очередной раз. И как всегда все держится на мне. Если не я. Потому что завтра у нас уже начнется каталка. И мы будем прям, я думаю, укатываться. Мы за этим и приехали сюда. В общем, казино мне не разрешили снимать. Мы приехали сюда. Так, вот, смотрим здесь, что будет. Нас отправили к другому входу. Вот такая красота. Зимушка, зима. Куся, как тебе здесь? Нормально? Хочу. Давидик? Да. Братишка. Че скажешь? Ребрышки. Ребрышки залетели на ура. Как себе домой? Вообще. Так и родился. Машина влетала. О, братан, это твоя машина? Это Давид парковал. Которую ты сегодня выиграешь? Часть. Часть. Джекпот не до конца докрутил, короче. Мне не везет в рулетке, зато повезло в любви. Давид сорвал джекпот, да? Да. Червонец. На 100 рублей. Не чеши. Мы идем к нашему такси. Пешком мы все проиграли. Вот. На самом деле, друзья, не играйте в казино. Это все чистая лабуда. Особенно с ним вообще не ходите в казино. Нет, я вообще практически не хожу очень резко. Поэтому это ненужная тема. Лучше эти деньги потратить на любимого человека. На экусию. Это точно. Идем за снаряжением. Как ты долго собираешься. Как ты долго собираешься. Кто в России зимой одевает вот белое. Братан, это стилёво. Слышь, стилёво. Это что? Угоряли. Угоряли. Ай, какой кайф. Свежак. Горы вокруг. Сказка. Я завидую, что у вас скачу маленько. Да. Я иду скачу. У нас приятная суета. Ботинки мерим. И на ногу какой вперёд едешь? Она левша левша. На руку просто. Ставим. Сейчас сноуборды нам подготовят. Инструктор нам показывает, как правильно закреплять борт. А на архизе нам говорили на нос. На нос нельзя крепить, да? Да. Есть разные крепления. Есть крепления, которые застёгиваются через носок. Есть крепления, которые через верх. У нас через верх. Да. Спасибо. Всем понятно? Тебе понятно, в первую очередь? Да вот так. Смотри. Да всё понятно, всё понятно. Ребят, как вы думаете, куда это одевается? Давид, а ну померя. На нос померя. Себе надень. Ну серьёзно. Напишите в комментарии, как вы думаете, до чего это? Будете на Розе, друзья, залетайте в К2. Здравые ребята. Фух, минута в минуту успели. Мы уже на Канадке. Серьёзно? Да, ведь. Поднимаемся. Слушай, а ты что в первый раз катается? Серьёзно. Мне кажется, у вас слишком просто. Вот такой вот видок, друзья, красивый. Снег и тьма. Ой, какая ты красотка. Поднялись на зелёную трассу. Ребята одеты. Какая вот красота вокруг. Сейчас пойдём вспоминать, как кататься. Пока жду ребят. Поворот начинает. Это поворот вперёд. Качнулся. Покажу вам красоту. Вон, кстати, они. Мари, ты молодец. Мы более-менее уже вспомнили. Сейчас пытаемся братишку поставить на борт, чтобы встал. Но пока безуспешно. Надеюсь, будет круто. Сейчас полетим вниз. Мы с Акуськой погнали наверх. Давид уже учится с инструктором. Мари сидит, отдыхает. Не захотела ехать. А мы погнали скатываться. Ну, честно, удовольствие прям зашибись, нет? Да, класс. Чисто на алюре. Говорит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Короче, мы решили вдвоём поехать, потому что мы уже умеем на этой фигне ездить. А Давид первый раз. И Саркис ему показывал, как сноуборд надо ставить, чтобы он не упал. И сейчас так классно. Тебе нравится кататься? Да, очень. Это того стоит. Я, если раньше думала, что зимний вид отдыха это не очень, то нет. Это реально круто. И детей надо сразу с пяти лет приучать к этому, чтобы они умели кататься. Тем более, они очень быстро учатся. Короче, класс. Уже который год Не интересен двор Звонит мне в домофон Грустный серый тон Дома босеков Мысли далеко Вытащит искус Мы знакомые, алло Эй, погоди, постой Почему в твоих глазах покой? Почему я сам не свой? Зачем ты с ним? А я не стой Я потерялся маконтой Какой ценой Вернуться мне в стой Ты нужна мне будто больному настой Остануи цирелизм У нас небольшой перекур Пьем водичку Отдыхаем Но и Каскала больше кататься не будет Почему? Я устала всю Ноги не казенные Серьезно? Да, сколько каталась Мы что, прокатимся еще по разу? Да А ты, Мария? Я тоже Я нет Я подожду А мы пойдем еще разочек Катнемся Замечательный день В общем, короче Наши друзья, ребят Всегда спят Очень долго И пару дней я их будил А потом я решил Что тебе да нафиг надо Пусть почувствуют Себя в нашей шкуре Как говорится И сегодня мы, короче, спали долго Сэка, вернее Доброе утро Вернее, не то что спали А ну валялись В номере И ждали, когда они сами постучатся Добрый день И, короче Оправдываются 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 Они стучатся, мол Я открываю Этой дверь Шортах без майки Они такие Оуууу Не готов Сколько можно ждать Смотри, чё оправдываются Почувствуйте себя в нашей школе. Сам сидел, красился, красился, красился. По-любому, сам брови выщипаны, сразу видно. Какие вы забавные, какие... У тебя что, ночью подушка взорвалась, братан? Две подушки, братан. Идем завтракать. У нас шведский стол, по системе все включено. Доброе утро. Такая вот красота. Кофеечек. Микульская уже пришла. Сотрясать кофе пить. Правильно не такой вкусный, как у меня дома. Тоже сойдет. Да, лучше так точно такой. О, дружно хоть поменяли, а то вчера был морковный, он мне вообще не зашел. Братан, бери столько, сколько съешь, много не бери. А то на столбушный сможешь встать. Просто посмотрите, сколько я взял, как птенчики, моя жена, и сколько они взяли. Братан, чуть скромнее себя ведите, натуре, не налегайте на еду. Все, что кататься иди. Поднялся, что от моего бренчика. Ты должен был один взяли. Брат, ты столько взял, чтобы копчик на место встал. Ну, с этой целью я и взял. Всем кто кушает, друзья, приятного аппетита. А если говорить серьезно, сегодня утром все встали. Люди давно не катались на борде. И мне интересно, болит все? Прям все. Руки, ноги. Только волосы не болят. А у тебя? У меня тоже все болит. У меня тоже болит. Первый раз, когда мы встали на борде, у нас точно так же было. У меня ничего не было. Даже пятилетний ребенок уже научился кататься на борде, а Давид нет. А если без шуток, мы забрались на 1360 метров, по-моему. Выше, чем вчера. И будем катиться вон туда. Здесь поинтереснее, нет? Место поприкольнее. Шутки шутками. У нас первое небольшое ЧП. Давидик упал на попчик. Говорит, боль адская. Поехал вниз. Ну, а мы катаемся. С такой красоте. Правда, я стою, жду девочек. Они сейчас оттуда должны скатиться. Идем вниз. Погода шикарная. Просто. Не холодно и не тепло. Борт шикарный. Все замечательно. О, а вот и Куся катится. Еле-еле. Ровно сделай, да! Жду этого девочек. Марион упала. Эти все не видно. Хотя Эка вроде бы хорошо катается. И Кусячка вывихнула руку в локоть. Какая-то дура, лыжница сзади летела и сбила ее. Ну, ничего не плачь, мама. Сейчас пойдем, тебе все подчинят. Руку сгибает, током бьет. Ну, я сейчас посмотрел. Есть вывих в локте. Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас пойдем в травку. Мы в больничку. Если впереди со своей рукой, мы сзади. Будьте всегда внимательнее и осторожнее. На трассах, к сожалению, много дебилов катается. Приехали в больничку. Тут связь не ловит. Говорю, сядь, я сам телефон возьму. Двое, что надо, отправлю. Вообще-то работаю, Саркейз. Да? Мне надо выйти и связь поймать. Без интернета дела ставят. Не трогай, только я тебя умоляю. Панчики опухли уже. Более-менее шевелим. Сейчас уже этого не могу делать. Потому что в локте бабушка, да, Кентик? Кентик, я умела. Все, котенок. Все, конец. Меня убить хотели, но я вызвала. Они не понимают, что я не могу идти. Но, если честно, ребята, это жесть. Вот эта лыжница, я ее с бело-зеленой лыжи никогда не забуду. Она просто цепляет меня в мой край борта. Я падаю, у меня локоть остается сзади, а я уже вперед уехала. Я слышу, что... Я думаю, битвец. И человек, чтобы вы понимали, даже не остановился. Вот такие вот уроды. Просто уроды моральные. А мы ждем доктора. Ну, да, видимо, тоже копчик поманивает. Ждем, когда рентген включен, что-то делать. Спортсмен. Ну, ребята, даже не знаю, спорт злой или нет. Но явно аккуратнее. Спорт злой, надо лежать и кушать. Доктор посмотрел, вот здесь вот мое самое чувство. Косточка вылезла с этого. С другого, со своего места, короче, ушла. Ну, что, сейчас вправят. Мне кажется, тебе страшнее от того, что сейчас вправят. Да, я вижу, вот это у меня души будут так дегать. Ну, что, друзья, самые наши страшные догадки подтвердились. Пусть перелом. Сейчас на КТ посмотрят, нет ли еще чего-то, чтобы, не дай бог, операцию не делать. Сидим, ждем. Все будет хорошо, киньки. Доктор Стэйт контролирует опуску. Ну, такие вот пироги. Вот это? Ну, немножко вот таким. Ну, подвырек. Операция не надо делать, слава богу. Давида, вы вверх копчика ничего не сделаешь. Нужно будет в пончике сидеть и на животе спать. Сладкий пончик. Ты будешь спать. Ты просто будешь варенаде перегружать. Сколько он так с пончиком будет? Потом-то, кстати, не ем от этого, надо сделать. Сколько там ходить? Месяц. Хорошо? А потом все просто, знаете, все? Да, снять, пожалуйста. Сидень, не задаривай. А то, что у нее там перелом был внутренний, без смещения? Сидень, без смещения. Я вот скинул все. Сидень, покажу. Вот это вот трещинка. А, и все? А, и все. Ну, а что и все, если бы откололся кусок? Это сбоку. Проблема была, да. Если повернуть спереди, он такой раз плюс внутренний. Широкий. Как не он, с фразикой? Ну, это как доктор сказал. Ну, значит, покупает. И все опять на покупку подкинули. Ну, палочнулся гипс, да? Прям как в том фильме. Мы уже в номере. И Кузька с гипсом. Хочу сказать огромное спасибо Тиграну, травматологу-ортопеду на Красной Поляне. Если бы не он, мы бы, наверное, хреново-латучие часов сейчас провели бы в больничке. И непонятно, нас приняли или нет. А он оперативно нас принял. Все процедуры произвел. И Кузька уже в номере. Большое спасибо. Просто большое человеческое спасибо. Ну, все, Роза. До скорых встреч. Было, конечно, двояко как-то. Нет, встретила ты хорошо. Проводила не очень. Да. Едем домой. На этом наш влог подходит к своему концу. Друзья, берегите здоровье. Желаю всем успехов, удачи. Крепкого здоровья. Будьте счастливы. И успешны. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Нам очень интересно читать. Я всегда читаю. Ставьте лайки. Также подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылка будет в описании. Всех обняли. Целуем. До скорых встреч.